Доброе утро! В эфире вновь новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Начинаем выпуск. С 1 февраля правительство России планирует возобновить перевозки сельхозпродукции по льготным железнодорожным тарифам. Среди субсидируемых регионов, судя по проектному документу, будет и Алтайский край. По льготным тарифам Алтайский край сможет экспортировать около 300 тысяч тонн зерна, а также вывозить его через Черноморские порты. По данным Минсельхоза региона, в 2018 году урожай на зерновых и зернобобовых превысило, несмотря на тяжелые погодные условия. Прошлогодние показатели и составило 5 миллионов тонн. Возмещать потерю дохода РЖД будут из федерального бюджета. Также среди субсидируемых регионов, помимо Алтайского края, оказались Красноярский край, Оренбургская, Курганская, Новосибирская, Омская, Кемеровская и Тюменская области. К другим темам. Маршрут автобуса Барнаул-Новосибирск продлили. Теперь пассажиров из столицы Алтайского края будут доставлять в аэропорт Толмачева. Рейс отправляется из Барнаула в 13 часов 40 минут ежедневно. Кроме среды. На автовокзал Новосибирск автобус приходит в 18 часов 10 минут. В аэропорт Толмачева в 19 часов 50 минут. Билеты можно купить в кассе автовокзала, а также на сайте. Телефон справочной службы 61 79 79. Всероссийская декада спорта и здоровья завершилась в Алтайском крае. Ее закрыл традиционный рождественский турнир по волейболу среди девушек 2008-2009 годов рождения. За играми наблюдала наша съемочная группа. Такие мощные, можно даже сказать, взрослые подачи выполняют участницы рождественского турнира по волейболу. На ежегодные соревнования в зал спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 приехали 6 команд. Три Барнаульские, Заринская, Топчихинская и коллектив из Камня на Аби. Для некоторых волейболистов 2008-2009 годов рождения эти соревнования стали дебютными в их спортивной карьере. Для других этот турнир далеко не первый. На уровне я смогу сказать, что волейбол уже достаточно высок. И даже в этом возрасте ребятишки уже играют. Играют очень хорошо. Многие дети не первый раз уже играют. Вот, например, в Заринске, Заре Алтае ребятишки некоторые участвовали уже даже на зоне Сибири, в первенстве России. Эти соревнования закрыли всероссийскую декаду спорта и здоровья. В Крае уже прошли турниры по легкой атлетике, хоккею, городошному спорту и другим дисциплинам. К рождественскому волейбольному турниру команды готовились особенно тщательно и отрабатывали все игровые элементы. От подачи и от приема, потому что это самое главное. Когда играешь в подачу, если подашь, тогда это самое лучшее. И гол забьешь. В юношеских турнирах часто происходят сюрпризы. Так команда из Топчихи неожиданно для себя победила Барнаульскую победу с сухим счетом 2-0. Это для нас неожиданность была, потому что мы думали не сильно, очень сильно будут подавать. Но у вас такой результат 2-0 выиграли. За счет чего? За счет того, что мы научились отбивать и подавать. По итогам соревнований безоговорочное первое место заняла команда «Заря Алтая» из Заринска. Серебро у Барнаульской с шор номер два. Третье место у команды из Топчихи. Вадим Слюсарев, Сергей Сидых. Новости. Ёлкам, пихтам и соснам. Не место на свалке. После Нового года им можно дать вторую жизнь. Мобильный сбор хвойных деревьев пройдет в рамках акции «Ёлки-палки-пять бизонов». Ее организатор – общественная организация «Мусора. Больше нет Барнаул». Пункты приема откроются сразу после новогодних праздников – 13 января, когда жители края начнут массово избавляться от елей. Адреса, где будут принимать деревья, вы видите на своих экранах. Собранные ели, сосны и пихты отправят в конюшни на подкормку животным. Также на станцию юных техников. Дети используют деревья для поделок. И, конечно же, часть хвойных отправят на переработку. Из них изготовят щепы. Таковы были новости к этому часу. Смотрите нас в течение этого дня. С вами был Егор Матаев. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова